И я приглашаю на сцену Игоря Анохина, руководителя PASS команды K2 Cloud, чат GPT в роли партнёра. Всем привет. И сегодня я буду рассказывать о использовании ChargeGPT как со стороны разработчика. И попытаюсь объяснить, почему для меня ChargeGPT стал партнёром. И, возможно, смогу убедить кого-то из вас начать пользоваться им. Немного информации обо мне. На данный момент я являюсь руководителем PASS команды в K2 Cloud. А ChargeGPT я начал пользоваться с января 2023, спустя месяц после его выхода. Изначально он помогал мне с различными задачами по университету. Затем я плавно перенёс его в свои задачи на работе и до сих пор использую. Вроде получается достаточно неплохо. О чём сегодня будет рассказ? Что будет внутри? Сначала расскажу о том, какое отношение к ChargeGPT я вижу где-то у нас в облаке и в сообществе. То есть у ребят, которые где-то рядом со мной. Затем поговорим о базовых настройках ChargeGPT. О том, какие правила есть его использования и что внутри. Затем будут примеры. Вообще у разработчиков два типа задач. Это задача на поговорить, умные задачи. И задача на написание кода, утилитарные задачи. По очереди разберём каждый из них. Затем я расскажу про Copilot и о том, почему именно он заменяет мне временами ChargeGPT. И я могу неделями не заходить в ChargeGPT из-за него. И в конце разберём, какие аналоги существуют и какие связки инструментов стоит использовать. Итак, что же сейчас происходит? K2 Cloud — это бывшее облако Крок. Мы разрабатываем облако, которое предоставляет инфраструктуру как сервис, то есть EAS. Также у нас есть BAS, KAS и являемся мы частью большой компании K2Tech. Важно отметить, что мы растём. И с этим, на мой взгляд, сложилась достаточно двоякая ситуация. С одной стороны, у нас есть джуны. И каждый второй джун суперактивно использует различные инструменты. У них ChargeGPT, у них расширение для среды разработки и всё в этом духе. Подталкивают их к этому различные статьи на LinkedIn, Hubri и других сайтах, которые говорят, вот топ AI-инструментов, которые должен использовать каждый разработчик. И, на мой взгляд, это оверхайп. И происходит он, на самом деле, не только в программировании, но и в других профессиях. Многих начинающих специалистов сейчас стараются учить именно через использование AI и как-то так встраивать их в рабочие процессы. Но, с другой стороны, у нас в команде есть старшие разработчики, которые на данный момент достаточно скептично относятся к ChargeGPT и используют его, на самом деле, скорее для мемов. То есть они используют различные сети, типа Миджони, Дали. И типичный запрос синьор-разработчика в нашей команде выглядит как-то так. Когда я попытался понять, почему так происходит, ответ был достаточно простым. Они не понимают, а зачем его использовать, какие есть кейсы. Кто-то даже сравнил ChargeGPT с Википедией, только менее удобный. Ведь в Википедии есть гиперссылки, и по ним можно быстро переходить, меняя системы на тему. А в ChargeGPT такого нет. Сегодня попытаемся усидеть на двух стульях и каждому из типов разработчиков накидать примеров, как и зачем можно использовать ChargeGPT. И начнем мы с правил. Так как ChargeGPT у нас сегодня выступает в роли партнера, в отношениях с ним, как и в любых других, есть правила. И, пожалуй, главное базовое правило, о котором я расскажу, и которое следует запомнить, это информация. Передавайте как можно больше информации ChargeGPT одним сообщением. Это можно сравнить с общением с коллегой на удаленке, когда вы стараетесь все, что вам нужно от него получить, и весь тот контекст, который у вас есть, передать одним сообщением, чтобы он сразу вас понял и был готов вам помогать. Если формализировать ваш запрос, то он может выглядеть как-то так. Сначала вы задаете роль ChargeGPT, то есть кем он является в данной ситуации. Он разработчик, он критик, может быть, он бизнес-аналитик, чтобы он пытался использовать знания той или иной роли в своем ответе. Затем вы переводите контекст, который у вас есть. То есть история, может быть, предметная область, которая у вас есть, чтобы ChargeGPT понял, что вообще происходит. Затем вы, наконец-то, указываете цель и вообще пишете тот вопрос, который хотите получить от ChargeGPT. И в конце, если это возможно, указываете формат входных и выходных данных. Разберем, как это может работать на примере. Существует такая роль – бизнес-девелопмент, сейлзо-маркетинг-менеджера. Ее достаточно легко найти во многих компаниях. Она представлена на сайте Хэхэру. И в том случае, если мы не знаем, что это такое, и попробуем сделать запрос к ChargeGPT, ответ будет выглядеть как-то так. Конечно, ChargeGPT в целом прав. Я обрезал часть запроса, чтобы он выглядел как-то получше. Но и без оставшейся части мы здесь понимаем, что BDSM в нашем случае – это не совсем про различные практики. В то же время запрос, оформленный хорошо, может выглядеть как-то так. Мы описываем, кем является ChargeGPT, мы описываем, какая ситуация у нас есть. И ответ, который мы получаем на этот раз, соответствует нашей предметной области. И в целом, это главное базовое правило, которое вам нужно запомнить и использовать. Зная его, ответы, которые вы будете получать, уже будут значительно лучше. По верху я расскажу о еще нескольких правилах, которых просто важно знать и полезно использовать. Первое – это, конечно же, язык. Общаться с чатом лучше на английском – это связано с тем, какое количество ограниченных токенов он тратит на каждый символ. И смысл в том, что на английском вы сможете как дать чату больше информации, так и получить от него больше информации в ответе. Следующее правило – это факт-чекинг. Даже сейчас, используя ChargeGPT 4O, можно достаточно легко добиться ответа о том, что у коня 8 ног. И с более сложными вопросами проверить это нужно какими-то более хитрыми способами. Я могу предложить сейчас два метода. Первый – это открыть новый чат и использовать в нем какие-то ответы из предыдущего, чтобы заставить ChargeGPT дойти до какого-то такого же ответа. И второй вариант – это, конечно же, получили ответ и идем в документацию, проверяем, действительно ли то, что он сказал, правда. Еще один важный пункт, о котором стоит помнить – это информационная безопасность. Вся конференция посвящена этому, и мы должны знать и помнить, что все, чем мы поделились с ChargeGPT и с OpenAI в частности, стало тренировочными данными для обучения модели. Поэтому нужно помнить об анонимности и стараться анонимизировать все те запросы, которые мы делаем к чату. Также не стоит скармливать целый код. На самом деле по двум причинам. С одной стороны, вы все равно не добьетесь полного ответа, поскольку контекстное окно у ChargeGPT ограничено, и он не запомнит всю вашу кодовую базу. А с другой стороны, вы как раз таки стольете весь ваш проект OpenAI. Если же вы все-таки пользуетесь ChargeGPT и ваш отдел информационной безопасности позволяет это, то можно помнить и использовать временные чаты. Они не хранятся в истории и не будут использоваться для тренировки по обещаниям OpenAI, а также они будут при этом следовать всем вашим кастомным инструкциям, которые у вас есть. И на самом деле это все правила работы, о которых я хотел рассказать. Если английский и другие дополнительные правила можно легко запомнить, то с базовым правилом все сложнее, потому что каждый раз нужно писать какой-то промпт, каждый раз нужно думать о том, какую роль ChargeGPT задать, как передать ему много контекста и вот это все. А хочется как-то полегче. И ответ на самом деле на это есть. ChargeGPT как настоящего партнера можно подстраивать под себя. И OpenAI нам в этом помогает. На главной странице есть кнопка CustomizeGPT, которая позволяет написать один стандартный профиль, который будет применяться ко всем задачам и ко всем чатам, которые вы создаете. Однако не всегда одного профиля хватает. И сейчас мы разберем мой, поскольку на самом деле я совмещаю в себе три роли. Иногда я менеджер, иногда я разработчик, иногда я спрашиваю вообще что-то не связанное с кодом. Поэтому в одном профиле я постарался уместить сразу три роли. То есть я прошу ChargeGPT занять роль и запомнить уровень подробности ответа, который у него будет. Уровень подробности чуть ниже я задаю от одного до пяти. Роли, которые я прошу ChargeGPT выбирать, это инженер-вертуоз, бизнес-вертуоз и высокоинтеллектуальный специалист по каким-то общим задачам. Задавая такой промт, ответы чата выглядят как-то так. В первой строке он пишет, какую роль он занял в этом вопросе, то есть на данный момент он инженер. И вторым числом он указывает подробность. То есть на данный момент он отвечает с подробностью равной единице. Такой формат позволяет понять, понимает ли ChargeGPT тебя. То есть насколько корректно ты задаешь вопросы и насколько правильно он выбирает под эти вопросы роли. Еще одна важная часть моего профиля, о которой можно сказать, ее можно найти много где. Это просьба быть как можно более точным, использовать факты, поменьше придумывать и указание о том, что мы знакомы со всеми этическими нормами. По QR-коду снизу справа можно найти ссылку на GIST, в котором расположен полный мой профиль. Он достаточно большой. Также расскажу еще о нескольких моментах, которые хорошо работают и их можно использовать. Первое — это то, что мы просим следовать правилам ответа без каких-либо исключений, а дальше хинты. Конечно же, один из них — это то, что ты дашь ему 100 тысяч долларов чаевых. Второе — это просьба вроде «пожалуйста» и то, что ответ очень важен для твоей карьеры. И третье — то, что нашли на самом деле не так давно — это просьба повторить ответ, повторить вопрос перед тем, как давать полноценный ответ. По каким-то причинам это действительно работает лучше, поэтому можете использовать. У меня что-то такое написано в среде разработки для кода ассистента. Пока мы не ушли далеко от главной страницы, скажу пару слов о плагинах, то есть различные кастомные GPT. И здесь будет действительно всего пара слов, они того не стоят. Есть там в библиотеке пара интересных, которые можно использовать на один-два раза, но по большому счету ничего из того, что там есть, мне не пригодилось в какой-то долгосрочной перспективе. Зато я расскажу о расширениях для браузера, которые я действительно использую. Первое из них позволяет просматривать историю ваших чатов и искать по ним. Это очень удобно, поскольку просто на сайте чат-GPT такого на данный момент нет, а это полезно. И следующее расширение — это экспорт чата в PDF. На самом деле оно здесь, опять-таки, только потому, что этого нет на базовом сайте чат-GPT, потому что на данный момент экспорт PDF может ломаться в случае, если у вас там есть картинки или какие-то файлы, и до сих пор мне приходится использовать вот такой вариант. С настройками чат-GPT мы закончили и можем двигаться к задачам. Разберемся с умными задачами, которые приходится решать в своей работе. Первое, о чем хочется сказать, это поиск и пояснение самых разных вещей, связанных с Linux и не только. Например, здесь изображен систем KTL-конфиг, который мы просим построчно рассказать и объяснить там каждую строку. Здесь могло быть что угодно, но важно отметить, что это тот кейс, который очень часто используют начинающие разработчики в нашей команде, если они понимают, как использовать чат-GPT. Потому что читать ответ чата гораздо приятнее, чем сырую верстку Linux потоковую, которая написана на голом HTML. А также чат, в отличие от коллег, всегда дружелюбен. Плюс ты как раз-таки не тратишь время коллег, пытаясь узнать какую-то базовую информацию чата. Это экономит время как тебе, поскольку ты сразу понимаешь, что тебе нужно, так и им, поскольку время старших разработчиков дорого. Насчет старших разработчиков разберу кейс, с которым я работал не так давно. Мне пришлось свичнуться для одного из проектов с питона на голенг и писать сразу в готовом коде, как всегда. То, с чем я столкнулся и то, какой вопрос у меня появился, это что значит DM вот в этом импорте, девайс-менеджера. На самом деле, если знать, что в голенге существуют алиасы, этот ответ будет достаточно простым для тебя. Ну, это просто алиас. Я же не был знаком с голенгом, для меня это могло значить что угодно, вроде какого-то специального типа импорта, in-place импорта или что-то такое. Писать такой запрос в Google достаточно сложно, потому что он не поймет, что такое DM, да и девайс-менеджер ему не знаком. А чат GPT справляется с таким кейсом отлично. И важно, что не нужно сложно формулировать. Ты показываешь ему пример, и он дает тебе сразу ответ. А дальше ты уже можешь как раз-таки идти в Google и читать, а как же именно работают алиасы в голенге или где-то еще. Кроме простых задач, чат GPT может справиться и с архитектурой. Например, сравнение различных технологий между собой. Здесь мы сравниваем Кассандру и MongoDB. Он готов давать нам ответ сразу от красивой таблички, однако здесь могли быть любые технологии. У нас в облаке я знаю инженеров, которые первые архитектурные документы делают именно таким образом. Они просят через чат GPT накидать какое-то базовое решение, а дальше уже правят его. Это экономит время на том, что ты не думаешь над белым листом, а у тебя сразу есть какая-то база, и ты правишь ее, улучшая. Стоит отметить, что чат GPT, к сожалению, ограничен в своих знаниях и не знает о каких-то новых вещах, типа open-source аналога Кассандры. Поэтому здесь все еще важно сохранять какое-то критическое мышление, и пул технологий, который вы выбираете, вам стоит знать и искать самим. Переходя чуть глубже в архитектуру, давайте представим, что вы захотели попроектировать Twitter или соцсеть с картинками ровно на час. Если это похоже на дизайн-секцию, то это на самом деле она и есть. Если раньше такая секция могла вызвать вопросы, много подготовки, чтение специальной литературы с задачами, то сейчас все это отлично сгружается на чат GPT. Секция достаточно хорошо описана, и прямо в этом промпте, сразу на русском, мы можем попросить чат GPT, как задать уточняющие вопросы по предметной области и тому коду, который нужно написать. Как раз таки то, что от нас хотят услышать на дизайн-секции. А затем, получив эту информацию, уже давать ответы. И также мы прямо здесь явно задаем, что наши ответы чату будут не связанными и короткими, ведь мы как раз таки в этот момент находимся на собеседовании. И отлично справляется чат, конечно же, не только с архитектурными задачами, но и с любыми алгоритмическими. Подать ему секцию и какую-то задачу из литкода и получить ответ — это классика. Если же вы проводили собеседование, вы могли заметить, что собеседуемый иногда может читерить и искать ответы на ваши вопросы в интернете. И в целом, на мой взгляд, это скорее проблема собеседований, потому что если на ваш вопрос легко можно найти ответ или решить его с помощью чат-жи-пяти, то так вам и надо. В то же время я, как человек со стороны компании, также могу попробовать использовать чат-жи-пяти для того, чтобы нагенерировать себе вопросы. Стоит отметить, что чат-жи-пяти в этом плане как раз таки помогает зацепиться за какие-то темы или узнать о каких-то темах, о которых стоит поговорить. Например, иногда мне приходится собеседовать с разработчиков. У меня есть какой-то бэкграунд в C, и я в общем случае представляю, какие там есть темы, но достаточно давно на нем не писал. И это тот случай, когда я прошу чат-жи-пяти нагенерировать мне список вопросов, и, конечно же, 60-70% уходят в утиль, потому что являются микровопросами. Ответ на них точно так же можно найти достаточно быстро в Гугле. Однако остальные можно как-то брать, видоизменять и использовать непосредственно в собеседовании. То есть за них можно зацепиться. Точно так же это работает и с вопросами с кодом. Большинство из них никуда не годится, но часть из них достаточно хороши для того, чтобы использовать в своем собеседовании, как-то видоизменять, делать их более дружелюбными и уже показывать реальному человеку. Что же работает в ChargeGPT не очень хорошо? Это работа с каким-то старым кодом, просьба архитектурить и искать уязвимости в старом коде. Например, здесь ChargeGPT что-то пишет об архитектуре K2 Cloud, однако это на самом деле очень общие слова, которые слабо привязаны к тому, как действительно выглядит наша архитектура. Что же стоит запомнить из нашей секции с умными задачами? ChargeGPT отлично подойдет для случаев, когда гуглить бесполезно. Например, у нас какой-то специфичный запрос или же он непонятный, его сложно нагуглить, но ожидаемый ответ простой. С этим справиться хорошо. Точно так же ChargeGPT поможет вам решить любые вступительные, особенно в каких-нибудь тех компаниях. Когда я разговаривал с K-Education на этой конференции, они сказали, что если ChargeGPT решит вступительные, то отсеивать кандидаты уже будут на этапе непосредственного написания кода внутри компании. Вступительные вы отлично пройдете. Точно так же ChargeGPT плохо справляется с решением комплексных задач, которые нужно декомпозировать и разбивать на более мелкие, работая над контекстом. И ответ на данный момент требует критического мышления. Поэтому все, у кого есть критическое мышление, мы пока в безопасности, нас не уволят. От умных задач можно переходить к утилитарным, то есть всем тем, что непосредственно связано с кодом. И, пожалуй, первый же кейс, который работает просто замечательно, будет работа с базами данных. Написание SQL-запросов, оптимизация SQL-запросов и написание не только чего-то простого, где один селект, но и чего-то сложного на примере того, что изображено на слайде. У нас есть запрос, который использует внутри себя несколько таблиц. Он использует различные джойны, селекты и так далее. Мы пишем запрос, передаем схему базы данных в рамках тех таблиц, которые мы используем и получаем ответ, который выглядит как-то так. Он достаточно хорошо структурирован и поделен на алиасы и секции. То есть сначала ChargeGPT ищет московских пользователей и создает для этого отдельный алиас. Затем он ищет завершенные транзакции. Затем он, используя предыдущие алиасы, ищет московские транзакции и потом ищет продажи по селерам. Финальный же запрос на базе этих алиасов выглядит вот так. Он достаточно хорошо читаем и содержит всего один select from, order by и limit. Если бы мне пришлось писать этот запрос руками, то задача заняла бы у меня не менее 30 минут и финальный запрос, скорее всего, был бы написан одним селектом с подзапросами. Читать его было бы невозможно. ChargeGPT же справляется с этим секунд за 30 и выдает сразу хорошо читаемый вариант SQL. Также, раз здесь проходит Python Track, важно рассказать об аннотации кода. И если с какой-то простой аннотацией мы можем справиться самостоятельно или у нас для этого есть инструменты вроде Copilot, то на сложную аннотацию можно попробовать попросить помочь ChargeGPT. Здесь у меня изображен параметризированный декоратор, который принимает версию. Внутри находится обычный декоратор, который принимает функцию. И внутри у нас еще один уровень декоратора. Смысл в том, что мы хотим подменить первый аргумент функции с бота-коллера, который вызывает начальный код, вызывающий, на непосредственный connection, который будет внутри. То есть мы делаем вызов, передаем коллер, финальная функция попросит и сделает сразу connection. Делая вот такой запрос в ChargeGPT, мы получаем код, который выглядит следующим образом. Как сказал мне один из коллег, это код, написанный машиной для машин, потому что это строгая типизация MyPy, здесь проаннотировано вообще все, что только можно, но оно работает, и самое главное, оно не только проходит MyPy в строгом режиме, но оно и сохраняет все эти подсказки, которые дает нам среда разработки. А типы и аннотация типов, на мой взгляд, отчасти и по большей части нужна именно для того, чтобы среда разработки давала нам корректные подсказки и писать код было приятнее и легче. Что же тут важно отметить? Как видно, ChargeGPT распознал, что первый аргумент меняется. Он видит и меняет первый аргумент через concatenates any на ботоколера в этой функции. Точно так же он использует парам спеки. То есть это как раз таки позволит сохранить те подсказки и те типы, которые были в изначальной функции. Еще важный момент, который стоит отметить, это то, что он использует final для тех переменных, которые не изменяются. К сожалению, такой вариант получается не с первого раза. Как видно по промту слева, я явно просил его использовать настолько строгую типизацию, насколько это возможно. Также я говорил ему явно, что я хочу использовать парам спек и хочу использовать final, если это возможно. Таким образом, кейс хорош для ChargeGPT, но вам тоже нужно понимать, какие типы, скорее всего, там будут. Чуть отходя от аннотации, можно поговорить о генерации различных клиентов. Это также тот кейс, в котором ChargeGPT работает хорошо. Особенно если ваш клиент слабо зависим от какого-то другого кода, и вы действительно можете в рамках одного промпта передать или интерфейс, который есть у вашего клиента, или же передать непосредственно всю реализацию клиента. И работает это как для генерации HTTP клиентов к HTTP серверам, точно так же для генерации различных CLI к этим клиентам. Работает это следующим образом. Передаем код, просим написать что-то на клике и получаем готовый файл. Что важно отметить? Важно отметить то, что этот запрос занял у меня 30 секунд, точно так же, как и все остальные, но при этом поменять технологию с клик на ArcParse я могу следующим сообщением. Весь файл будет переписан, технология будет новой. Это работает и используется мной достаточно часто, особенно для различных админских утилит. Кроме генерации клиентов, для того же класса ChargeGPT готов написать вам тесты. Это будет какой-то базовый напрос юнит-теста, вы можете его поправить, но, как видите, он использует пайтестовые фикстуры и готов как-то с ними работать. Точно так же, как и с филай клиентами, захотели написать это в пайтесте, захотели попросили его переписать это на юнит-тест или то, что у вас есть. Еще отходя чуть назад от программирования, у нас есть регулярные выражения, которые иногда приходится писать. И вспоминать каждый раз регулярные выражения и писать его заново, это сложно, потому что у них есть своеобразный синтаксис, и его нужно помнить. В то же время мы можем сгрузить в ChargeGPT строку, которая у нас есть, и примеры выходных значений. После чего он нагенерит код, который представлен на экране. И интересным является то, что готов генерировать он этот код сразу с комментариями. То есть те ребята, которые говорят, что ChargeGPT что-то нагенерирует, и в этом потом придется долго разбираться, на самом деле это не совсем так, поскольку какие-то сложные вещи, которые он нагенерирует, он здесь же пытается писать под них комментарии. Затем же, если вам все-таки не нравится это регулярное выражение, вы переписываете его самостоятельно. Но ChargeGPT дал вам базовый вариант, который вы в дальнейшем можете использовать. Кроме RegExpo можно переходить снова на более общие вещи и поговорить о конфигах. ChargeGPT отлично генерирует конфиги. Docker конфиги, Kubernetes конфиги, System.ktl конфиги и какой-то спектр вещей, которые связаны с Linux и не только. Однако, что крайне важно, на мой взгляд, как раз-таки все конфиги, которые он генерирует, следует проверять. Например, старшие инженеры, когда знакомятся у нас с какой-то новой технологией, делают следующее. Они генерируют через ChargeGPT конфиг, а затем идут уже в документацию и в документации проверяют то, что он написал. Этот вариант занимает значительно меньше времени, чем если бы вы делали все это самостоятельно. Потому что, зайдя в сырую документацию, попытавшись собрать тот же самый конфиг, вы потратите много времени на то, чтобы найти, а как он вообще должен выглядеть. ChargeGPT же дает вам наброс, и после него вы знаете какой-то список топиков и список ключевых вещей в этих конфигах, которые вам нужно знать. Что же не работает с ChargeGPT? Как и с архитектурой, плохо работает он с библиотеками, которые новые или сильно поменялись. Один из ярких примеров — это SQL-алхимия второй версии. Потому что она поменялась, но если попросить что-то написать на SQL-алхимии 2, ChargeGPT отлично пишет что-то, что он думает о SQL-алхимии 2, но на самом деле это просто первая версия. Точно так же очень плохо работает в ChargeGPT рефакторинг какого-то кода, который требует дизайна. С алгоритмическим кодом и его упрощением ChargeGPT справляется хорошо. Если же у нас есть какая-то архитектура, и ее нужно поправить, поменять интерфейсы, то ChargeGPT просто не сможет запомнить тот контекст, который у вас есть. В то же время, если вы зайдете в Google и попробуете узнать, а насколько хорошо ChargeGPT работает с рефакторингом, ответ будет, что работает он замечательно. А примеры будут выглядеть как-то так. То есть это код на 20-30 строк, проблема в котором в общем случае как раз-таки с безопасностью. И в целом это можно поправить и самостоятельно, но для интернета это вот пример реального рефакторинга, который постоянно нужно сгружать на ChargeGPT. Что же стоит запомнить? ChargeGPT отлично работает с базами данных, и он готов вам с ними помогать. Также он хорошо генерирует клиентский код и хорошо поясняет законфиги и другой текстовый формат. Как раз-таки это тот кейс, которым отлично нужно пользоваться начинающим разработчиком. В то же время генерацию конфигов или других сложных вещей лучше делать, когда вы понимаете происходящее. То есть это или кейс для старших разработчиков, или же это тот кейс, о котором те вещи, о которых стоит помнить начинающим разработчикам, когда вы генерируете код. Точно так же последнее, что хочется отметить, это править ChargeGPT готов только алгоритмический код. Разобравшись с ChargeGPT, можно набросить на Copilot. ChargeGPT для меня — это вариант на подумать, разобраться в сложном коде и найти какие-то неочевидные решения, а то и прикинуть 1, 2, 3 разных версий. Copilot же — это быстрый вариант, когда вам нужен ответ здесь и сейчас. Он готов дополнять вам код без траты времени на выход из среды разработки, заход на сайт, передача всего кода в ChargeGPT. И в отличие от ChargeGPT, который экономит сразу много времени, Copilot дописывает простой код, экономя по 15-20 секунд в вашем времени на каждое дополнение. Таким образом, он работает в долгу и накручивает какую-то помощь именно на долгосрочной перспективе. Работает он так, как в целом ты ожидал бы работу от современной среды разработки. Например, он готов дописывать вам определение констант после того, как вы написали имя. Он готов писать докстринги вашим методом. И что важно отметить, если у вас есть какой-то специальный стиль написания докстрингов, то Copilot готов подстраиваться и писать так, как написано у вас. Точно так же он готов генерировать непростые определения функции, как я говорил, дописывать простой код. Если Copilot достаточно хорошо понимает ваш код, то автодополнения могут выглядеть как-то так. Он готов дописать и название функции, и аннотации значений, и вообще дописать вам весь метод, который у вас есть. Работать он готов также не только с написанием кода, но и с написанием тестов для него. Здесь, если пытаться сгрузить всю работу на Copilot, то он напишет вам базовые тесты, которые очень плохо параметризируются, их придется переписывать. Однако, если вы захотите начать писать на нем какие-нибудь параметризы на пайтесте, то Copilot будет пытаться вам писать и их. Здесь есть пример из статьи на Хабре, которая как раз таки хорошо сравнивает разные код-ассистанты, которые есть. И он показывает, что ChargeGPT работает не только с названием функции, которая в данном примере не имеет никакого смысла, но и смотрит на то, что изображено внутри. Есть два исключения, и код, который генерирует Copilot, пытается их в той или иной степени проверять и тестировать. Хоть и не угадывает с value-error, думая, что это syntax-error. Отходя от разработки Python, важно сказать, что Copilot готов дописывать за вас вообще все, что угодно. Вы ушли из вашего PyCharm писать какой-то баш-скрипт, он готов дописывать за ваш баш-скрипт. Пошли писать Docker и Kubernetes конфиги, он поможет вам и так. В целом, это модель для генерации текста, и ему все равно, что генерировать. Он генерирует хорошо в разных средах. То есть, кроме того же самого Python, я, например, тестировал его как раз таки на Golang, он помогает мне с новыми проектами, тестировал его на Dart, когда писал на Flutter, и так далее. Однако Copilot ворует код. Как в целом и ChargerPT. А еще они платные, а еще доступны только под VPN. А еще у нас уже есть какие-то существующие аналоги, которые, казалось бы, можно попытаться использовать. И здесь я как раз таки наброшу несколько разных вариантов, которые вы могли бы использовать в своем проекте. Если называть ближайший аналог ChargerPT, то это Gimini. Большая языковая модель от Google, которая чуть более охотно ходит в интернет, чем ChargerPT, хотя он тоже может. И справляется с задачами где-то на уровне ChargerPT. Здесь же могла бы быть Клод третьей версии. Она лучше справляется с задачами какого-то контент-мейкинга, чем ChargerPT. Однако в задачах конкретно с кодом ChargerPT все-таки и Gimini будут получше. Если вам нужно что-то попроще, что как раз таки имеет в себе ChargerPT, то это Bing. Он является поисковиком и внутри себя как раз таки имеет ChargerPT третьей версии. И не особо изменяя методы и подходы к поиску информации, он уже будет готов давать вам различные summary, подсказки и другие вещи от больших языковых моделей. Если же вы смотрите на российские аналоги, то здесь есть GigaChat, который я тоже пробовал. Для меня он работает хорошо где-то на уровне ChargerPT третьей версии. То есть в целом его можно использовать, также он является бесплатным. Если же мы смотрим на какие-то open-source аналоги и хотим self-hosted, то у нас есть специальный лидерборд для больших языковых моделей. Ссылка на него представлена справа. И лидерборд важен, потому что через него большие языковые модели проходят примерно одинаковые тесты, показывая, как та или иная модель справляется с разными языками программирования и какая из них лучше. Из-за того, что лидерборд меняется достаточно часто, на конкретных моделях заострять внимание я бы не стал. Единственное, что сейчас мы, например, используем у себя DeepSeq. Open-source модели можно использовать тремя вариантами. Первый — это демо. У части из них есть открытые демо, которые можно просто открыть в браузере и сразу что-то пописать. Второй вариант — это, конечно же, импортировать их через PyTorch и напрямую грузить модель и использовать. И третий вариант — это Olama. Olama — это такой агрегатор больших языковых моделей, который гибко позволяет вам скачать любую из них одной командой pool и затем уже использовать у себя. Модель будет сразу pet train, то есть она будет натренирована. Вы ставите Olama в общем случае одной командой через вашу командную строку. После вы поднимаете для нее веб-часть, потому что Olama — это все-таки непосредственно агрегатор. И вот этими двумя командами вы получаете backend, или точнее сайт, очень похожий на chat GPT. Просто берете и пользуетесь, разницы будет не особо много. Но оно все ваше, работает на self-hosted, код не забирает. Если говорить об аналогах Copilot, то аналогом, который работает так же хорошо, я бы назвал JetBrains AI, который вышел не так давно, но отметил бы я здесь амазонский код Visper. И отметил я его именно потому, что он бесплатный для индивидуальных разработчиков. Если хотите попробовать то, что работает хорошо, и не платить за это денег, берете код Visper и используйте. Российским аналогом Copilot я бы назвал наш GigaCode. А если вы ищете, опять-таки, какое-то open-source решение, то на Olamo и большую языковую модель, которая была парой слайдов ранее, вы ставите расширение в вашу среду разработки и начинаете использовать. Для PyCharm вы ставите, например, код GPT, однако здесь может быть любое расширение, поскольку, кажется-таки, Olama дает совместимый с OpenAI API. То есть любой плагин, который работает с OpenAI, он заработает и с Olamo. Ставите расширение. Работает оно следующим образом. Оно имеет специальный промт, который большую языковую модель, которая должна давать вам полноценные ответы, превращает в код ассистента и говорит ему, отвечая одним предложением, и все. И оно должно быть еще и совместимо со средой разработки и с кодом. То есть оно должно сразу же исполняться. Вы указываете в нем хост. После установки вы указываете в нем хост вашего Olamo, то есть то, где он хостится, и расширение готово работать. Аналоги и OpenSource решения — это здорово. Но их есть какой-то веер, и было бы здорово понять, что и когда использовать на разных стадиях вашего знакомства с большими языковыми моделями. И как раз-таки стадии у меня есть. Первая стадия — это Bing. Если вы еще не готовы использовать большие языковые модели, не особо хотите менять флоу своей работы, просто поменяйте поисковик. Он уже будет давать вам какие-то подсказки, summary, и вы начнете смотреть на мир больших языковых моделей. Если вам уже хочется что-то попробовать, то берите амазоновский Code Whisper и чат GPT-4O. 4O вышел две недели назад. Он бесплатный для всех, не требует никаких денег. При этом там GPT-4 версия. На мой взгляд, один из лучших вариантов. Если вы распробовали, и вам что-то из этого понравилось, то я предлагаю апгрейдить любой из инструментов, который вам понравился. Понравился больше Code Whisper? Попробуйте заплатить за Copilot или его аналог. Понравился чат GPT-4O? Заплатите за чат GPT-4. Вы не будете стоять в очередях и сможете использовать его постоянно. Если же вы находитесь на четвертой стадии, когда вам что-то понравилось и вы распробовали, но вам нужен self-hosted, то я предлагаю использование ламы плюс какого-нибудь Code GPT. На данный момент у нас стоит именно такой вариант, и мы потихоньку его сейчас обкатываем в реальном проекте. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо большое. Так, моя дежурная фраза про бота. Да, и напоминаю, Игорь, что тебе нужно будет выбрать лучший вопрос. Давай попробуем, ну, по возможности, не сильно углубляться от этого, потому что опять нагенерили с помощью бота нагенерили вопросов на несколько страниц. Постараемся на максимум ответить сейчас. Так, итак, Кормак Мур, самый быстрый вопрошающий. Добрый день. Существует ли проблема с тем, что инструменты подобной чат GPT при изучении языков программирования приведет в итоге к деградации профессии программиста? Вот он сразу, сразу. Я думаю, это еще до начала доклада был задан вопрос. Так как новички перестанут пользоваться своими мозгами. Деградации, я думаю, нет. Как я сказал, у нас очень активно этим используются начинающие разработчики. Я думаю, если у вас в компании есть начинающие, вы можете поспрашивать, и кто-то из них признается, что тоже берет. Как я сказал, кейсы, когда начинающий разработчик ищет информацию через чат GPT, на мой взгляд, отличные. Это сравнимо с гуглением. Гугление как бы не приводит нас к отмиранию профессии программиста. С какими-то сложными кейсами чат GPT не справляется, и, как я и говорил, необходимо иметь какое-то критическое мышление и все равно насмотренность того, что существует, чтобы правильно выбирать решение. На мой взгляд, те новички, которых я вижу, которые используют чат GPT, сейчас справляются со своими задачами лучше, чем те, которые не используют. Поэтому я считаю, это просто какой-то виток улучшения подхода к изучению. То есть, наоборот, эволюция, и можно быстрее решать какие-то задачи. Знаете, напоминает историю про то, что когда на собеседниках просят писать код на бумажке, а можно спросить собеседнику, а у вас часто вообще такое в компании происходит, что код на бумажке пишете без использования интернета и прочих сопутствующих средств? Так, хорошо. О, Александр Ковалев. Молодец, успел. Сравнивал ответы чат GPT с российскими вариантами или опенсорс решениями? Это вопрос. Сравнивал ли ты чат GPT? Да. Ну, в принципе, был ответ в докладе, да? Да, сравнивал. Сравнивал. Хорошо. Михаил, ну, да, я сам сказал, задавайте вопросы еще с первого слайда начиная, да. Михаил Гостев. Многие говорят, что чат GPT стал глупее последние месяцы. Какой аналог вы бы точно порекомендовали использовать вместо чат GPT? Какой аналог вместо чат GPT? Ну, насчет глупее я бы не сказал. Да, есть некоторые статьи на хабре не только, которые показывают, что чат GPT там похуже справляется с какими-то задачами, но на мой взгляд, это скорее варианты разных бэкдоров, которые на него ставят и которые как раз-таки действительно могут субъективно портить его работу. В своей работе я не встречал прям того, чтобы чат GPT сильно хуже стал работать. Если же все-таки говорить об аналогах, то вот можете взять Gmini, гугловый, работает неплохо. Вот это хороший вопрос. Никита Пастухов. Нет, я не стремлюсь сейчас, так сказать, подкупить студию. Мне просто нравится, что мы начали с вопроса про новичков, а сейчас зачем в итоге сеньору использовать использовать GPT? В докладе сказали, что он им пользуется неправильно, но это не ответный вопрос. Зачем им вообще пользоваться? Зачем сеньору использовать чат GPT? Наверное, первый вопрос для как раз-таки ускорения своей работы. Из последних каких-то трендов, которые я видел на интернете или в интернете, я видел AI и Augmented уже разработчиков, которых ищут. Таким образом, компании подсвечивают, что они ищут старших разработчиков, то есть это AI-Augmented принципалы, которые готовы и активно используют чат GPT для как раз-таки ускорения своей деятельности. Как я уже говорил, чат GPT отлично решает задачи, связанные с какой-то аналитикой, когда у вас есть белый лист, и вам нужно с чего-то начать. Он готов набросить решение, он готов помочь вам что-то разогнать, он готов поколлаборировать с вами. Но, конечно же, наверное, если вы являетесь сеньор-разработчиком и просто хотите посмотреть, зачем же вам нужен чат GPT, поставьте себе там copilot, и вы увидите, зачем он вам нужен. То есть вы будете экономить время, будете писать больше кода за меньшее количество затраченного времени. Хорошо. Тут вот несколько вопросов задал Роман. Причем разные Романы, но просто у всех написано Роман. Тестировали новые функции чат GPT 4.0 с трансляцией крана и реал-тайм-консультацией? Нет, не тестировал. Насколько я понимаю, это не всем сейчас доступно. Единственное отличие, на самом деле, которое я заметил у чат GPT 4.0, именно у чат GPT 4.0, поскольку я им часто пользуюсь, это то, что ответы он теперь генерирует не предложениями на английском языке, а прямо абзацами. То есть как раз-таки скорость работы действительно повысилась значительно. Каких-то других отличий не сказал бы, что заметил. Действительно, новые функции не пробовал пока, но очень хочу. Так, еще Роман, другой Роман. Почему вы используете для задачи разработки интерфейс чата, а не инструменты с обвязкой, кодиум, приложения в маркетплейсе, поисковики типа Perplexity, ph-int, collab, workspaces, собственный flow агентов, reg? Если я правильно понимаю вопрос, то кодиум — это решение, опять-таки за которое нужно платить деньги, и, на мой взгляд, большинство таких решений работают сейчас хуже, чем Copilot и инструменты, которые я назвал. Опять-таки, если вы зайдете на статью на хабре, которая сравнивала код-ассистанты, автор статьи сравнивал как раз-таки Copilot с другими известными и существующими решениями, в том числе там был и коди, если я правильно понял, что вопрос о нем. И Copilot показал значительно лучшие результаты. Так, хорошо. Я сейчас начну немножко, друзья, делать выборку вопросов, потому что кажется, что есть интересные вопросы, чуть-чуть попозже заданные, а те, кто посмотрел весь доклад. Но, в общем, сейчас. Никита Встовский, активный задающий вопрос сегодня. Кажется, GPT-4O хуже следует инструкциям. Отразилось ли это на твоих кейсах? Пришлось ли тебе переписывать System Prompt под новую модель? Хуже ли он следует инструкциям? Да, я об этом слышал. И модель, которая хорошо следует инструкциям, как я понимаю, ну, действительно хорошо следует инструкциям, как я понимаю, это I am good chat GPT bot. Как-то так она называется. Однако она недоступна для непосредственного использования прямо сейчас. Ее можно использовать на сайте, который рандомно генерирует вам ответ на двух разных моделях, а потом уже он покажет, что там была, какая модель там была. Касательно моих пронтов, не сильно что-то изменилось, потому что, ну, он у меня такой достаточно general, хотя я действительно видел ребят, которые говорили то же самое. Нико. Добрый день, спасибо за доклад. Можете рассказать о самом курьезном случае потери контекста у chat GPT? Потери контекста? Курьезный случай потери контекста. Был такой случай? О потере контекста я бы не сказал, что помню, потому что для этого нужно вести все-таки очень долгий один чат. Однако у меня был достаточно забавный случай, когда я очень хотел на uvizgi нагрелировать конфиг и очень хотел сделать это именно через uvizgi, хотя шаг был там архитектурно неправильный, и chat GPT мне хорошо с этим помог. И я дебажил это, ну, часа четыре. И не только дебажил, это просто не работало. Я говорил, что не работало, просил новую версию, и он генерировал новую версию, она тоже не работала. Ничего из этого не было в документации, но я очень верил в chat GPT и очень хотел, чтобы это была правда, и убил на это достаточное количество времени. Кончилось все это тем, что я погрустил и пошел переписывать решения вообще не на uvizgi, а менять там архитектурно моменты. Так, спасибо. Судя по вопросам, вас очень волнует судьба джунов и то, что они будут деградировать. Я уже к докладу Артура Спрыкина делал такой комментарий, кто был, помнит, может быть, в 11 часов, когда началось книгопечатание массовое. Все боялись, что все от книг отупеют. Ну вот, вопрос не про джунов. Алекс Сашков, как убедить и исправить chat GPT, если он неправ, или проще создать новый диалог, внести весь контекст из прошлой беседы? На самом деле, убеждать chat GPT в том, что он неправ, не стоит. Оборот, неправ. Убеждать в том, что он неправ. Да. Вот он неправ, он неправильно тебе сказал что-то, если он неправильно тебе что-то сказал и этот вопрос не получилось поправить, ну вот за каких-то, не знаю, плюс 2-3 промта, то проще создавать уже новый чат и действительно что-то генерировать заново. У меня было одно из таких правил в прошлых версиях презентации, потому что джуны, которых я вижу и которых я попросил скинуть промты, они их мне кинули, иногда доказывают чату, что он неправ, и тратят на это, по крайней мере, те токены и те количество сообщений в chat GPT 4, которые были. То есть четвертая версия ограничивала нас там 30 сообщений на 3 часа, и потратить там 5 из них на то, чтобы говорить чату, ты не прав, а вот так правильно, это не очень актуально. То есть пробуем поправить 2-3 раза его ответ, не получилось. Нужно создавать новый чат, пытаться что-то перефразировать или возвращаться к старому доброму гуглу. Так, хорошо. Давайте я вообще вот чуть-чуть прям вообще в конец заглянул. Соня Боровикова, мне кажется, интересный вопрос. Каким образом использовать нейросеть для генерации конфигов и докерфайлов для больших проектов со сложной архитектурой большим количеством микросервисов? Не сливать же туда огромный код всех модулей, извините, когда для генерации необходима информация сразу из нескольких модулей? Да, это действительно проблема. Вероятно, решением будет какое-то словесное описание того, что у вас в архитектуре есть и какие-то просто ключевые моменты вашего приложения, потому что конфиги, они же в основном используют информацию имени приложения, зачем это приложение нужно, какие порты они используют, может быть, какие даты, директории у него есть, то есть какие для докера волюмы нужны, чтобы класть туда информацию. Лучшим ответом, который я посоветую, это может быть или описывать этот конфиг как-то руками, коротенько, самостоятельно, то, какие приложения у вас есть, или бить конфиг на более маленький и действительно как-то по очереди добавлять туда приложение. Но да, проблема есть. И я думаю, хороший будет финальный вопрос от Михаила. Замеряли ли конкретные изменения производительности труда в разработке при использовании языковых моделей? Получается ли сделать пятилетку за три года? Хотя, как мы сказали, в Чарджи Пяти существует еще только чуть больше года, но неважно. Пятилетку за три года, да, но в каких-то своих маленьких проектах, которые а-ля пэт, и где у меня действительно стоят расширения вроде Copilot, он очень активно пишет код, особенно если это какой-то флаттер, который я использую, который сразу готов тебе писать UI, он готов по полфайла подсказывать и работает достаточно неплохо. Точно так же с питоном это будет работать в рамках какого-нибудь хорошо известного педантика. Если говорить о конкретных замерах времени, то, как и говорил, это вот по 15-20 секунд на каждом коде, который вы в целом могли бы написать сами, но с Copilot это значительно приятней. Хорошо. А теперь скажи мне, какой, на твой взгляд, был лучший вопрос? Что тебе понравилось? Я бы сказал, их было два на самом деле. Интересным вопросом для меня был вопрос про то, зачем это сеньорам? И пятилетка за пять лет. Было забавно. Можешь кинуть монетку или я сгружу выбор на тебя? Да, выиграл чат G5. Ну, ладно, друзья, я на самом деле в голове кинул монетку. Давайте за сеньоров дадим приз. Так, сейчас. Это у нас было. Это у нас был. Сейчас я просто, поскольку я рандомно задавал. Я сейчас смотрю, где он у меня был. Я все потерял. Так, джуны, джуны. Не сделает ли слабых. Друзья, кто задавал вопрос про сеньоров? Может быть, так узнаем? Вот этот человек. Давайте вот ему, да, пожалуйста. Мы верим вам на слово, вас честные глаза. Спасибо. Спасибо тебе, Игорь.